МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 70-летний юбилей отпраздновал Барановический отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь. В Барановическом районе прошла республиканская военно-патриотическая игра «Орленок». Белорусский союз композиторов в марте отметил 90-летие со дня основания. В концертно-актовом зале Барановического государственного университета прошел концерт «Земля моих батьков», посвященный юбилейному году. Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «О вести Барановичи». 20 мая на связь с гражданами выйдут представители власти. Рассказать о проблемах и поделиться предложениями можно с 9 утра и до полудня во всех исполкомах страны. Так, с населением Брещиной пообщается первый заместитель председателя облсполкома Валентин Зайчук. Обращаться по телефону 80-162-26-99-26. С жителями Барановичей диалог будет вести управляющий делами горесполкома Андрей Семашко 65-03-45. 70-летний юбилей отпраздновал Барановичский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь. Праздник вместе с виновниками торжества разделили начальник Брестского областного управления Департамента охраны, полковник милиции Дмитрий Казак, управляющий делами горесполкома Андрей Семашко, парламентарий Игорь Хлобукин и заместитель председателя Барановичского райисполкома Михаил Борисевич. 70 лет на страже прав и законных интересов граждан. Юбилей отпраздновал Барановичский отдел Департамента охраны МВД Беларуси. Официальным днем образования является 29 апреля 1953 года. Сплоченный коллектив профессионалов, достойный честью, выполняет свое предназначение – обеспечивать защиту и безопасность граждан нашей страны и организаций, являющихся заказчиками. Праздник вместе с виновниками торжества разделил начальник Брестского областного управления Департамента охраны, полковник милиции Дмитрий Казак, который приехал не с пустыми руками, он вручил юбилярам икону Архангела Михаила. На сотрудников милиции, работников сторожевой охраны и других работников возложено выполнение одной из самых важных задач – защита жизни, здоровья, обеспечения сохранности их имущества. Находиться на защите законности и правопорядка – благородная и почетная миссия, но в то же время огромная ответственность перед людьми и государством. И в сложные периоды истории нашей страны и в мирные годы созидания службы охраны была и будет примером проявления самоотверженности, верности долгу и причаги, готовности прийти на помощь гражданам, оказавшись в беде. Отдельную благодарность хочу выразить ветеранам отдела. Своими активными сегодняшними участиями в нашей жизни примерами службы подается достойный пример молодому поколению. Под знаком совы от зари до зари несут в службу сотрудники Барановического отдела Департамента охраны МВД Беларуси. Надежность обеспечивается не только высоким уровнем профессиональной подготовки охрановцев, но и современными техническими средствами. Постоянно укрепляется материальная техническая база, новыми машинами пополняется автопарк. За 70 лет в историю службы вписано немало славных страниц, подтверждающих ее значимую роль в обеспечении жизнедеятельности государства. С юбилеем виновников торжества от имени главы города поздравил Андрей Семашко, управляющий делами горе сполкома. Искренне желаю вам, сотрудники и витераны, крепкого здоровья, благополучия, в дальнейших успехах в службе, мира и добра вам, вашим родным и близким. Благодарю за службу. С праздником! Слова благодарности за добросовестный труд в адрес сотрудников и работников высказали парламентарий Игорь Хлобукин и заместитель председателя Барановического райисполкома Михаил Борисевич. Уважаемые ветераны, сотрудники департамента, примите самые искренние поздравления от районного исполнительного комитета и от председателя исполкома столь значительным юбилеем. Вы делаете свою работу тихо и незаметно. Порой рискуете здоровьем и жизнью. Мы привыкли оборачиваться на вой сирены и мигавок. И когда смотришь в окно, знаешь, что все будет спокойно. Пусть ангел-хранитель бережет вас. Дай Бог здоровья вашим семьям, чтобы в вас жилось, хотелось, и чтобы ваша служба была безопасной. С юбилеем! Наиболее отличившимся в этот день сотрудниками-работникам были вручены заслуженные награды. В связи с проведением общегородского праздника «Барановическая весна» будет перекрыто. Движение транспорта через центр города в дни празднования 19 мая с 9 утра до часа дня 21 мая водителям придется планировать альтернативные пути следования. После окончания мероприятия 20 мая в час 15 и в 23.15 будет организовано отправление городских автобусов для доставки горожан по направлениям Боровки, Третьяки, Северный, улица Парковая, Магистральный, улица Тельмана, Газинститут. Отмечу, в этом году Баранович отметит 152 весну. С программой праздника можно ознакомиться на официальном сайте городского исполнительного комитета. На базе 120-й зенитно-ракетной бригады прошел районный этап Республиканской военно-патриотической игры «Орлеона». Команды семи учреждений образования состязались за право защищать Барановичский район на областном этапе. Первое место у дружины Мирновской средней школы. Подробности далее. Разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба по мишеням, метание учебной гранаты, смотр строя песни, санитарный пост, интеллектуальный квиз. Помним о прошлом, гордимся настоящим, думаем о будущем. В Барановичском районе прошла военно-патриотическая игра «Орленок». Состязания проводились на территории 120-й зенитно-ракетной бригады. Здесь собрались семь команд. Представители Жемчужнинская, Столовическая, Крошинская, Русиновская, Мирновская, Леснянская средних школ, а также Городищинская средняя школа имени Скипора. В дружины вошли учащиеся в возрасте 14-16 лет. У каждой своя форма. Военно-патриотическое воспитание для нашей страны имеет неоценимую роль в связи с тем, что необходимо воспитывать наше подрастающее поколение, прививать им традиции, которые сформировали наши предки, чтобы не забывали историю, трагические моменты, героические, мужественные моменты, брали с них пример. И росли патриотами, которые любят свою страну, уважают и заботятся о том, чтобы она была всегда процветающей, была безопасность на нашей земле, мир и спокойствие. В составе дружин присутствовали и девочки, которые состязались наравне с мальчишками. Девчонки доказали, что прекрасный пол не значит слабый. Они стойко преодолевали различные препятствия. Признают, самое большое значение играет подготовка к играм. Мы готовились очень давно, мы о них узнали, сразу все очень обрадовались, что мы будем принимать счастье в таком важном для нас конкурсе. Начали готовиться, репетировали строевую, репетировали вообще все проходные вот эти испытания, медицинскую подготовку тоже рассматривали и очень готовились к строевой. Цель игры не только проверка знаний, навыков участников, но и воспитание чувства патриотизма, любви к родине. Детям нравится участвовать в таких играх, ну и в целом детям нравится посещать воинские части, знакомиться с бытом военнослужащих, знакомиться с образцами вооружения, военной техники, которые у нас на вооружении стоят, учиться воинскому мастерству в некоторой степени. Орленок – отличная возможность для ребят проявить свои способности, узнать больше о военной подготовке. Также это шанс представить район на следующих этапах. Победители данных соревнований представят Баранжевский район на областном этапе военно-патриотической игры Орленок. По итогам военно-патриотической игры Орленок третье место завоевала дружина Жемчужинской средней школы. На втором – учащейся Городищинской средней школы имени Скипора. В упорной борьбе победу одержала команда Мирновской средней школы. 19 мая 2021 года экипажа в составе майора Андрея Нечепорчика и лейтенанта Никиты Куканенко, выполняя учебно-тренировочный полет, отвел падающий самолет от жилых построек Барановичей ценой собственной жизни. Через два года после трагедии, 19 мая 2023 года, кинотеатр «Октябрь» запускает в прокат документальный фильм «Город под нами», посвященный подвигу героев Беларуси. Картина, снятая в НТВ, рассказывает о летчиках, показывает, какими они были, как любили небо и свою работу. 19 мая сеансы с участием представителей 61-й авиабазы состоятся в 13 часов. 20 мая в 15, 16 и 17 часов. Подробное расписание в социальных сетях кинотеатра «Октябрь». Белорусский союз композиторов в марте отметил 90-летие со дня основания. В концертно-актовом зале Барановичского государственного университета прошел концерт «Земля моих батьков», посвященный юбилейному году. Со сцены звучали произведения авторов, для которых «Барановическая земля» – малая родина. Классическая музыка будет жить вечной, ведь она может быть разной. Это и оркестровая классическая музыка, и барокко, и камерная музыка, и хоры, и современная классика, и оперная музыка, и ансамбль, и соль, и различных музыкальных инструментов. Чтобы познать классику, нужно познакомиться с величайшими ее шедеврами. Самой известной симфонией до сегодняшнего дня остается симфония номер 5, написанная Людвигом Ван Битковиным. Набирает обороты классика в современной обработке. Так много слов о музыке неспроста. Белорусский союз композиторов в марте отметил 90-летие со дня основания. К этой дате приурочено немало интересных мероприятий. В честности, в концертно-актовом зале Барановического государственного университета в рамках года «Мира и созидания» прошел концерт «Земля моих батьков», посвященный юбилейному году. Со сцены звучали произведения авторов, для которых «Барановичская земля» – малая родина. Наш регион прославляют талантливые музыканты, замечательные композиторы старшего и молодого поколения. Грушевский, Кузнецов, Вальмус, Фаст, Рудоль, Житко, Овсюк и другие. Именно поэтому программа и получила такое теплое и родное название. Ведущий и выдающийся музыкант и член Белорусского союза композиторов Владимир Грушевский. Музыкальные номера зрителям подарили творческие коллективы Барановичского музыкального колледжа, камерная оркестра, руководитель «Савик», оркестра белорусских народных инструментов под руководством Хачковской, оркестра русских народных инструментов, руководитель «Соловей», женский хор «Элегия». Прозвучавшие композиции действительно изысканы и неповторимы. Музыка тронула слушателей до самой глубины души, никого не оставила равнодушным. Театральный сезон в Барановичах юбилейный, 25-й по счету близится к завершению. Театр-студия «Параллель» приглашает зрителей провести еще один вечер вместе, где покажет трагикомедию по Григорию Горину тот самый Мюнхгаузен, рассказала режиссер образцового театра-студии «Параллели» Дворца детского творчества Лариса Сартакова. Жители гостя города смогут увидеть увлекательную историю легендарного обороны сочинителя, который живет в пространстве бесконечного воображения, стирая грань между реальностью и выдумкой. Спектакль запланирован на 21 мая в 18 часов. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова